У нас есть сейчас повод поговорить о феноменальном человеке. Повод для гордости. Повод для гордости. Мы сейчас поговорим о человеке, чья фамилия начинается на букву А и заканчивается на букву Ич. Ич. И у него сейчас готовится уже самая крутая, может быть, единственная в своем роде яхта. И я думаю, что о любом гражданине России можно сказать, что он за человек, исходя из того, как он относится к господину Абрамовичу. Хорошо ли ты? Я даже боюсь сказать, что мы, в общем-то, достаточно предсказуемая реакция. Но, в общем, речь идет о том, что, да, действительно, наше отношение к нашим же олигархам, которых у нас, в принципе, нету, как было сказано, достаточно на официальном уровне, но, тем не менее, их достижениям, и что это является их достижением, нашими достижениями, как нам к ним относиться, вот к этой яхте, как гордиться или завидовать, или требовать, или чего-то еще. Вот об этом обо всем. Кстати, между прочим, хорошая очень идейка была, что наше отношение к нашим олигархам олигархам говорят о нашей политической грамотности. Я просто не вижу очень большого спектра этих отношений. Ну, давайте сейчас обсудим, просто пригласим к разговору эксперта. Дмитрий Анатольевич Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник Российской Федерации третьего класса, кандидат политических наук. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Мало времени на Абрамовича осталось. Я не реальный директор, а научный руководитель, но суть от этого не меня. Да, это еще даже лучше. Я только скажу для наших зрителей, что это не просто яхта, а единственная в своем роде яхта на планете Земля. Там есть гараж для вертолетов, специальное оборудование. В общем, это рай на Земле с точки зрения... И это вторая уже яхта, неважно. Вот, речь идет вот о чем. Все-таки олигархи в Российской Федерации, их роль и место даже, может быть, не какое-то объективное, а вот субъективное в нашем сознании, в сознании нас, россиян. Пожалуйста. Ну, объективное место олигархов состояло в том, что они своим фактом своего существования не позволяли развернуть корабль обратно. О чем, собственно, тогдашние власти, которые назначали в олигархе, у нас же в олигархе назначали, да? И по-другому и быть не могло, потому что ничего, кроме госэкономики, у нас не было. И ни один научный сотрудник, а это основная часть олигархата российского, не мог накопить на свою зарплату научного сотрудника денег для выкупа крупного завода или для создания крупного банка, да? Все это раздавалось, а не выкупалось. И делалось это, и тогда это говорили впрямую, исключительно из политических соображений для того, чтобы, опираясь на этот олигархат, не позволить развернуть корабль назад влево. Но, собственно, они выполнили. Это прообъективно. Теперь по поводу субъективного. Поскольку олигархи у нас назначены, вне зависимости от того, насколько они эффективны как управленцы, это сложный вопрос, они разные, то наше население к ним относится негативу. Потому что совершенно рядовой гражданин не может понять, почему Абрамовича или любого другого человека, здесь Роман Акач, ничуть не хуже других, может, даже лучше многих, назначили олигархи, а меня обошли. То есть чувство справедливости, которое является ключевым чувством россиянина, оно возмущено фактом существования олигархи. Потому что олигархи, если бы мы могли сказать, вот человек всю жизнь трудился, как в протестантской этике, копил, 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 несколько поколений копило, и вот счастье наступило, огромные деньги вложены в дело, он стал еще богаче, вот он олигарх. Но это же было не так, причем это было на глазах всего лишь одного поколения. Естественно, люди спрашивают, а почему, собственно? Вот почему семибанкирщина была вот эта? А не другие люди. И так далее, и так далее, и так далее. Причем от самих олигархов это не сильно зависело. Это им казалось, что они управляют страной. Но они были тем вожатым, который бежит впереди трамвай и кричит, что я трамвай веду. Хорошо. Дмитрий Анатольевич, ну тогда вопрос. Смотрите, есть ли, ну, так сказать, с якорной функцией политической системы, понятно, то есть, но тогда у них же есть какие-то, должны быть, по идее, какие-то государственные функции, если их назначают. А мы этого зачастую не видим. В том числе и ответственность. Та самая социальная ответственность, конечно. Ну, Роман Аркадьевич, конечно, очень сильно помог Чукотке, но все остальные как-то не сильно в этом деле преуспевают. Ну, Роман Аркадьевич просто нашел способ, как помочь Чукотке, помогая себе. Знаете, в том деле, что алитархи и любые другие люди, представители элиты и непредставители элиты, эгоистичные живут они для себя. Но при этом их значение, их вес столь велик, что как бы они живут для общества. Ну, так, конечно, они же влияют на общество. Дмитрий Анатольевич, ну, понятно, что они живут для себя. Я не знаю. Я тоже живу, знаете, для себя. Не скрываю, да? Нет, но просто я же не буду, я не знаю, петь веселые песни, заходя там в храм, где люди там молятся, у них свои проблемы, как правило, да, кого-то поминают или что-нибудь в этом роде. Я не думаю, что социально ответственный человек, понимая там общую ситуацию в стране, ну, покупает вторую 145-метровую полмиллиардную яхту. Вот это как? Это отношение к социальной ситуации в стране. Я не защищаю никого, ни одного из великархов, да? Я просто своим, своей принадлежностью. У него есть паспорт, вот. Он гражданин Российской Федерации, значит... Он на яхте живет, она вообще в мировом океане, да? И денег у него в Англии больше, чем в России, я думаю. Ну, иначе как поступить со спортивными командами, которые он купал? Не знаю, есть ли они у него сейчас, но какой-то момент был. Вот. В том-то и дело, что хорошая система – это не та, в которой волки и медведи занимаются разведением овец. Хорошая система в том, что когда волки и медведи едят овец, они при этом приносят пользу страту, да? То есть олигарх... И это не задача олигарха, это задача государства. Должен быть поставлен в условие, когда ему выгодно польза остальных. Вот история с Чукоткой – тому прекрасный пример, да? Да, но суммы, знаете, несоизмеримые просто. Мы так вкратце смотрели, что потратено было на Чукотку, понимаете, и на очередную яхту вот это. В результате, потратив немножко на Чукотку, он принес себе большую пользу. Но Чукотки считают, что им он тоже принес большую пользу, потому что другой губернаторий этого бы не сделал. Вот то же самое и во всех остальных сферах. Не то, что олигарх станет строить школы, хотя это разумно для олигарха, потому что ему нужны высокотехнологичные сотрудники, а не государству. Чиновник вполне может обойтись без излишнего образования. А вот технолог – никак. Но нужно поставить его в позицию, когда ему нужно, чтобы люди хорошо жили. Дмитрий Анатольевич, с позиции вашей логики, можно ли сказать, что это какой-то прокол, что яхта Абрамович никому не принесла пользы? В смысле, простым проколом чей прокол? Простым гражданам Великобритании, точнее, потранам, принесла, потому что они ее строили, зарплату на эту получали. Вермании строят, но да. В условиях пандемии, когда, простите, рабочих мест стало меньше, а безработных больше. Ну а государство могло бы его обязать в Санкт-Петербургских верфях строить свою яхту? Ну, пожалуй. Ради всех нас. Значительно менее богатый человек отвечал мне на похожий вопрос. Только там была не яхта, а трактор. Он говорит, я честно купил трактор в Санкт-Петербурге, только он сломался, пока его до Москвы везли. Поэтому я бы нужно было купить в Америке. И все-таки, Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, вы же понимаете, есть какие-то этические нормы и так далее, есть какие-то генетические коды, есть сложившиеся ситуации, есть исторические, в конце концов, сложившиеся отношения друг к другу у нас. И это все как-то не просто так. На ваш взгляд, как вообще должны вести себя российские олигархи? Вот как, чтобы это было как бы одно целое, некая гармония какая-то социальная? Ну, гармония долго не будет, потому что гармония будет, когда будут внуки олигархов, и на вопрос, где вы взяли деньги, и ответят, и мне дедушка наследство оставил, да? До этого гармонии не будет. А вот разумные отношения, менее гармоничные, но разумные, возможно, когда олигархи будут жить не исходя из сегодняшнего дня, а хотя бы из завтрашнего, вообще в идеале послезавтрашнего. То есть, другими словами, Абрамович думает так, вот сегодня у меня эта яхта может быть, а завтра, не знаю, правильно? Пошел и купил. Да, не только эта яхта, там список бесконечный. А, это маленькая шведка. Да? Поэтому давай я куплю сейчас яхту, потому что яхта будет моей, а мои вложения там, не знаю, в дороге в России, куда они денутся, я сам не веду. А в советское время же было по-другому, Дмитрий Анатольевич, какой-нибудь партийный функционер, он понимал, что сейчас он поработает, а дача и все, что яхта там и так далее, это будет потом. Почему? Дача сразу. Почему потом? Там все сразу давали. Другой вопрос, что там кроме дачи, машины и пенсии в 500 рублей при средней зарплате 170, ничего не было, потому что не было собственности. По-моему, да, Помидоров ошибся, это вначале давали дачи и так далее, а потом, кстати, их могли забрать, точнее не могли, а забирали. Обменивали. Обменивали. Обменивали, да. Мне давали худшую дачу, чем была, когда ты служил. Да, Дмитрий Анатольевич, ну вот Игорь Борисович сказал, вот как, значит, олигархам себя вести, чтобы было гармонично. А вот на ваш взгляд, как должна власть себя? Есть ли у него, во-первых, возможности власти каким-то образом создать условия для тех олигархов, чтобы этот вот консенсус возник? И второй момент, ну вот лично мое ощущение, что никто из российского населения, из россиян не признает вот те самые миллиарды законными, и то есть вот эта постоянная вот эта вот конфорочка греется. Вопрос, есть ли вообще маневры у власти каким-то образом заставить олигархов или дать им возможность приносить пользу обществу? Заставить очень легко, еще раз повторяю, генетический олигархат порожден властью и в любую минуту, может быть, и уничтожен совершенно на законных основаниях. Да? Но заставить, это же, вы понимаете, это одноразовый способ. Вот вы его заставили, пинками пригнали, он сделал то, что вы ему приказали, и тут же начал задумываться, как ему от вас так сбежать, чтобы вы его больше ни разу не поймали. Да. Да? А вот сейчас, подожди, вот мне интересно вообще к личности Абрамовича. Я вот просто смотрю на его жизнь, для меня это, знаете, это кинофильм «Светлый путь», понимаете, вот без изъянов. Ну, другие люди за многое что ответили, некоторые вообще сидят, некоторые готовятся к этому и так далее. Абрамович – это какая-то лучик солнца во всех. Что это за человек, в конце концов? Чем он занимается? Каким образом ему удалось избежать вообще всех краев? О нем никто не говорит. На него никто и обижается. Вы ответили на свой вопрос. Вы ответили на свой вопрос. Олигархи первого поколения, к которому относится Абрамович, искренне считали, что их размер равен тому образу, который создает на них СМИ. Они лезли в телевизор, они владели телевизором, они везде печатались, они очень любили, чтобы о них говорили. Они создавали спрос на программу «Куклы», чтобы их там показывали. И так далее, и так далее, и так далее. Роман Аркаевич, я с ним практически не знаком, но я работал у одного его партнера в какой-то период своей жизни. Я вам скажу, чем он отличается от Романа Аркаевича. Он никогда никуда не лез. Ну, вот сейчас, я думаю, это да, с точки зрения общепринятой формы, вот то, что вы сейчас говорите, но покупка легендарной английской команды Челси, если я не ошибаюсь, это что? Это как тогда? А Челси куплено было уже тогда, когда он был там. Что он там? Второй способ защиты. Вы как, хозяина Челси посадить хотите? Не, я просто почему-то сравниваю с другими ребятами, например, «Царствие Небесное» – это, господи, вылетел это. Про что? Березовского, например, про него. Ведь все вроде то же самое, но совсем не так, понимаете? Не то же самое. Боис Абаревич в какой-то момент всех очень надоел. Он везде ходил, он всем давал советы, он во всем вмешивался. А Абаревич никогда, ну, насколько я знаю, еще раз пытаясь с ним никогда не работал, Абаревич никогда из себя не строил человека, который все знает и всем даст совет. Он был функционален, он выполнял свои задачи, он шел на компромиссы, он никогда не изображал из себя главного человека в России. Вот именно поэтому он столь долговечен. Вот те, кто пытались изображать из себя главных людей, Березовский, Гусинский, Потоконцешвили, там список им большой, их уже нет, либо физически, либо политически, потому что главный в стране – это государство, и когда бизнес начинает это забывать, ему очень быстро это напоминают. Это должны преподавать в школе, вот прямо этот отрывок, я считаю, в школе олигархов, да. Да, а ведь Дмитрий Анатольевич ничего не сказал сейчас сверхъестественно, он, в принципе, подбил те истины незыблемые, при том они не вчера родились, я вот опять Витянинова вспомнил вот это стихотворение, да, но я не буду его сейчас приводить, потому что я его вспомнил и тут же забыл, неважно, в России самая земля считает высоту за дерзость, помните, да, такую историю? Это что-то наше, родное, понятное. Можно я тогда как раз вот про это и вопросик под конец? Насколько государство должно защищать, вот вынуждено, я не знаю, защищать олигархов, потому что, я же говорил, да, конфорочка тлеет, в общем-то, никто из нас, обычных людей, не признает в них успешных людей, лидеров и так далее. Честным путем. Заработавших, да. Понимаете, в чем дело? Все зависит от того, что значит защищать. Если защищать, это окружить их полицией, чтобы их народ не побил, то это неэффективный мир. Если же защищать имеется в виду, создать условия, при котором они могут вкладывать сюда деньги и не думать, что эти деньги вложены навсегда, и никогда больше к ним не вернуться, то так защищать, наверное, стоит, и после такой защиты есть шанс, что народ к ним будет относиться. Ну, нехорошо, конечно, что деньги-то они все равно получили, что это значит подарок, но хотя бы терпимо, да, потому что у них появится та самая социальная функция. Сейчас у олигархата российского социальной функции нет. Вот, это важно, да. А скажите, а вот вы сказали, что если окружить полицию, это неэффективно. Вы что, считаете, что реально они, так сказать, народ в какой-то момент может за вилы взяться? Именно в отношении к богачам вот к этим? В том, что Россия так устроена, что не сможет, по очень простой причине, они не встретятся. В России очень сильно распределен быт, да, быт олигархов, быт просто богатых людей, быт среднего класса и быт основной части населения, они существуют в разных мирах, они не встречаются. Мы не ездим в одних машинах, мы не сидим в одних концертах, мы не отдыхаем на одних курортах, мы все это делаем по отдельности. И поэтому, если, в чем и была проблема олигархата 90-х, он все время пытался себя показать народу. Вот если народу себя не показывает, то вполне симпатично может существовать. Начнешь показывать себя народу, рано или поздно могут взяться за вилы. Ну, тут тоже одно из двух, ну, показать свою полумиллиардную лодку, это, грубо говоря, где-то то же самое. Он же не доплывет, народ-то. Да, 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 это, кстати, Орехов по поводу вил. Я думаю, в случае с Абрамовичем, это может быть только... До лодки не доплывет, а до музея современного искусства в парке Горького добраться сможет. Орехов, там все проще, там вилы, это уже подает. В случае с, конечно, Абрамовичем, это, ну, в лучшем случае, трезубец, да? А я не знаю, хватит ли на всех. А вот, ну, вил там точно не найдешь, он очень грамотно укрылся. Где-то в нейтральных водах, потрясающая судьба. Судьба исключительного человека, можно сказать, героя, да? То есть, я не знаю, то есть, это, Гагарина, я не знаю. То есть, человека, которому надо вот стремиться, растить детей. И говорить, вот будь таким, как Абрамович, например, да? Вот что это? Но беседа закончилась, к сожалению. Что-то говорить, Дмитрий Анатольевич? Буквально секунду, пожалуйста. Это вкус, у него просто есть чувство меры. Чего у его коллег по первому олигархическому поколению не было в принципе. Ну что ж, за чувство меры. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич Журавлев, генеральный директор. Наушный сотрудник Институт региональных проблем. Наушный руководитель. Советник Российской Федерации третьего класса, кандидат политических наук. А здесь через 10 минут будет важнейший круглый стол о патриотизме.